Сосновый шелкопряд повредил 340 гектаров леса в Кустанайской области. Гусеницы объели деревья почти до верхушек. Сейчас вредитель находится в фазе окукливания. Специалисты принимают меры по защите леса. Позволит ли это избежать нашествия шелкопряда в следующем году, попыталась выяснить моя коллега Наталья Строкова. Весной на каждом дереве насчитывалось порядка сотни гусениц. За весь период созревания каждый из них съел около 30 граммов иголок сосны. Сейчас шелкопряд наелся и готовится превратиться в бабочку. Но появятся они не из всех коконов. Исследования, которые проводятся в лесном хозяйстве ежедневно, показывают, что 8 из 10 куколок повреждены хищными насекомыми. Смотрите, бабочка не развилась. Это муха тахины, которая отклала яйца в саму гусеницу. Она съела ее. Вот из этой гусеницы потом просто вылетит муха. Каждая бабочка, которой все же удастся выжить, отложит до 450 яиц. В лесу к этому готовятся. Огораживают муравейники и привлекают птиц. Химической обработки очага, где поселился шелкопряд, не планируется. Почему? Потому что там еще не превышен порог экономической вредоносности. То есть они не настолько размножились, чтобы погубить этот лес. Этот очаг не критичен для соснового насаждения. Происходящим в лесу заинтересовалась прокуратура. Расследуют несколько версий. Рассматриваются различные версии. В том числе и версии того, что нашествие гусениц шелковряда на лесах в Саракольском районе вызвано искусственно. Делается это якобы для дальнейшего спила деревьев. В лесном хозяйстве говорят, что избавляться от поврежденных деревьев не планируют. Сосны, по прогнозам специалистов, вновь зазеленеют. В числе основных причин, которые спровоцировали массовое появление шелкопряда, лесники называют погодные условия. Они же сейчас помогают избавляться от вредителя. Наталья Строкова, Эрмик Мухамедьяров, Кустанайская область, Хабар, 24.